Детский отдых В мониторинг ситуации будут входить вопросы обеспечения организации медицинскими кадрами, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а также охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации организованными формами отдыха и оздоровления. При этом высшим должностным лицам российских регионов вменяется в обязанность не только обеспечить контроль за безопасностью отдыха, но и, например, наладить информирование других регионов о том, что к ним направляются дети на отдых, а также усилить внимание к продуктам питания детей. Детский отдых Действительно, 2 июня первая группа детей вылетела в город Железноводск. Я с ними тоже вылетала, посмотрела, где действительно детки у нас размещены. Это двух-, трехместные и пятиместные размещения детей. Санитарная комната в очень хорошем состоянии, отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. Была проверена столовая, очень чистая, с высокими потолками. Разработано диетическое пятиразовое меню, куда ежедневно включены фрукты, овощи, помидоры, огурцы, свекла, капусты. Это ежедневно. Из фруктов детям предлагают пока стандартные, потому что происходит адаптация детей. Все-таки дети приехали с севера. Кавказ — это один из южных районов, поэтому пять дней пока идет на адаптацию. Поэтому это яблоки, груши, бананы. То есть такое меню. Скажите, пожалуйста, какая же программа оздоровительная, культурная, развлекательная? Согласно медицинским показаниям детей, которые при выезде оформляли санаторно-курортные карты, на следующий день после приезда были осмотрены врачом каждый ребенок, кто не успел, потому что группа заезда у нас большая, были осмотрены на следующий день. И назначены индивидуальные курсы лечения. В основном это ЛФК, ингаляции, минеральная вода назначена каждая. Бюветы находятся у нас прямо на территории санатория. Шаговые доступности. Да-да-да, они ходят, когда погода позволяет. Сейчас пока, к сожалению, никак не может настроиться погода. В связи с этим приходится и мероприятия развлекательные менять походу уже. А сами-то как вы оцениваете отдых наших детей? Подводит пока, на наш взгляд, только пока погода. Потому что дети никуда не могут выйти. Вот такая сырость, влажность. А настроение вообще? Все довольны? Ну вот мы сегодня разговаривали с детьми, сопровождающими. Первое время детки скучали, но сейчас как-то адаптировались уже. Вечером вчера проводилась дискотека, вчера сегодня. Сегодня представлено шоу музыкальных, шоу музыкальные пузыри. Ансамбль приглашали вчера, исток. Спасибо, Ольга Владимировна. А я напомню, что в гостях у нас была директор социальности Ненецкого округа Ольга Игорева. Губернатор округа Игорь Кошин провел встречу с участниками праймерис «Единой России». По оценкам экспертов, предварительное голосование в Ненецком округе сопровождалось сильной конкурентной борьбой. Теперь пришло время объединить усилия вокруг единого кандидата от партии. Предварительное голосование «Единой России» прошло 22 мая. По всей стране было организовано около 20 тысяч избирательных участков, из них 12 – в Ненецком округе. В конкурентной борьбе за место победителя в нашем регионе боролись 7 кандидатов. Победителем по итогам праймерис признан Сергей Коткин. Для меня лично, несмотря на то, что уже кое-какое есть опыт и политический, и хозяйственный, но для меня это была очень серьезная школа, очень серьезный урок, особенно вот наши дебаты, абсолютно новые тоже вот для нас. Ну, жаль, что было, к сожалению, не все, хотелось бы, чтобы было побольше у нас жителей, участвовав в параметре. Ну, еще раз подчеркну, что дело новое, первые шаги мы делали, пока мы еще не уверены. Я думаю, что со временем мы это все наладим, эту работу. Эффективность публичных дебатов, позволяющих кандидатам уйти от монологов и раскрыться в общении, отметили все кандидаты. Встречи с избирателями были настолько продуктивными, отметил Сергей Коткин, что даже заставили скорректировать его предвыборную программу. Несмотря на активную позицию по высказыванию предложений кандидатам, явка на праймерис составила всего 7% от общего числа избирателей Ненецкого округа. В абсолютных цифрах это более 2000 человек. 7% я считаю, это очень для участия. Я готов, по крайней мере, по своему опыту, то, что говорил с людьми. Как раз средний класс, он выходит из этих 7%. То есть, как раз люди, которые обладают и грамотностью, и образованием, и все остальное, они менее активны. Это плохо, потому что средний класс – это основа. Кроме того, заметил, что люди, конечно, по поводу политической грамотности, ее развития, людей волнует всегда наболевшие вопросы, которые есть. Личные, наболевшие. Это понятно, это правильно. Но когда речь идет о таких мероприятиях, здесь, конечно, мы говорим уже о более высоком уровне, о более высоком уровне страны. И люди должны понимать это и должны достаточно грамотно осознавать, что происходит, как будет происходить. Привлечь население региона к участию в жизни округа поможет народный контроль. Это электронная платформа, где жители региона смогут высказывать пожелания и предложения по конкретным проблемам и получать официальную реакцию ответственных лиц. Такой механизм уже отработан в некоторых регионах страны, например, в Башкирии и Пензии. Глава региона Игорь Кошин поддержал идею. Участники встречи договорились о том, что сформирует общий список предложений от кандидатов, которые Сергей Коткин передаст главе региона. На мой взгляд, самое важное, что мы прошли через все эти процедуры и сохранили добрые человеческие отношения. Сегодня нас ждет, на самом деле, новая реальность. Новая реальность, новая обновленная «Единая Россия» после Брайм-Иреса и новая экономическая ситуация. И сегодня очень важно, чтобы мы сохранили этот позитивный настрой и, сплотившись, провели на очень высоком уровне саму избирательную кампанию. Избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы стартует сразу после подписания соответствующего указа президентом. Сами выборы, напомню, состоятся 18 сентября 2016 года. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 43 кандидата на звание лучшего. Компания «Лкул Коми» провела конкурс «Лучший по профессии». Своё мастерство претенденты на звание лучшего нефтяника демонстрировали на месторождении «Южное Хольчую». Методики спасения человека. Водолазы поисково-спасательной службы отработали навыки спасения под водой. Месторождение «Южное Хольчую» в 12-й раз стало местом проведения конкурса профессионального мастерства. Лучшего из лучших выбирали в шести номинациях. За соревнованиями наблюдала и наша съёмочная группа. Иван Никонов с подробностями. В этом конкурсе участвует только лучший из лучших. Так называемая элита, которая днями и ночами трудится на промыслах «Лукоил Севернефтегаза». Помимо местных участников, на «Южное Хольчую» приехали конкурсанты с четырёх нефтяных месторождений, чтобы побороться за звание лучшего. Сегодня у нас на месторождении «Южное Хольчую» организован, стартует конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий. Название лучшего работника в разных номинациях. В течение двух дней мы будем выявлять лучших в этих категориях, пройдут практические занятия, пройдут проверка теоретических знаний. И на основании этих двух составляющих будут сделаны выводы о лучших работниках, которые в дальнейшем выступят на аналогичном мероприятии, конкурсе, но только уже на уровне общества «Лукоил Коми». Шесть номинаций, по которым вот уже 12 лет «Лукоил Коми» проводит конкурс профессионального мастерства. Слесоремонтник, оператор товарный, машинист технологических насосов, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки, электрогазосварщик, оператор по добыче нефти и газа. В 2016 году участвуют 43 работника. Всего два этапа. В первом нефтяников проверяют на знание теории. Сюда входит и техника безопасности. Иван Горелов – участник с месторождения «Варандей». Рассказывает, справился быстро. Главное – не волноваться. Это он знает по собственному опыту. В 2010 году был в числе победителей. Где-то 10-15 минут я что-то не засекал. Устал рука писать просто. Скажите, какой у вас уже опыт? Сколько работаете? Я работаю 14 лет в нефтяной промышленности. 8 лет работаю машинистом технологических насосов. А в конкурсе участие принимаете какой будет подряд? Ну, три раза я принимал участие в конкурсе. Один раз занял третье место. Как отмечает комиссия, с теорией справились все. Второй этап – демонстрация профессиональных навыков. В номинации «Лучший оператор по добыче нефти и газа» соревнуются 8 конкурсантов. Продолжительность выполнения заданий не более 18 минут. Оценивается не только качество выполнения, но и скорость. В обязательные условия практической части конкурса входит проговаривание всех совершаемых действий. Как говорят профессионалы-нефтяники, они же участники конкурса профессионального мастерства. Главное в добыче нефти – и теория, и практика. Небольшой курс теории я освоил. Осталось дело за практикой. Поехали! Оператор Денис Ануфриев – уроженец поселка Харивер, уже опытный участник конкурса профмастерства. В нефтяной отрасли он трудится с 2002 года, в Лукоилкоме – с 2007. Опыт сказался, в этом году Денис подтвердил звание лучшего. Из отведенных 18 минут справился за 5 минут 15 секунд. И как результат – первое место. Я очень рад. Очень рад. А вы первый год выигрываете? Какой год подряд? Первый, я участвую уже в четвертый раз. Первые два года были призовые, потом отдых, сейчас опять призовый. Ну и такой вопрос. Куда потратите премию? На детей. На детей? На жену, на любимую. Будете в следующем году участвовать? Ну, как обстоятельство будет. Ну, постараюсь. Постараюсь, постараюсь. Победителей призеров наградили грамотами, денежными премиями и прибавкой к зарплате. Иван Никонов, Леонид Шишелов, телеканал «Север», Южное Хольчью. Пять минут на поиски пострадавшего. Водолазы поисково-спасательной службы отработали методики спасения человека. По легенде спасателей, человек утонул в районе поселка Старый Качгард. За работой под водой с берега наблюдала наш корреспондент Елена Семеновичева. В этом районе утонул человек. Это всё, что известно спасателям. На сборы считанные минуты. Но качество подготовки от этого пострадать не должно. Температура воды всего 6 градусов. Вода немножечко холодная. Под этот костюм нужно немного потеплее одеться. Что следующие водолазы сейчас будут одеваться и потеплее одеться. То есть, довольно-таки прохладно. Ну, вода ещё 6 градусов. Помогают водолазам выполнять подводные работы специальные костюмы из водонепроницаемой ткани, которые недавно поступили в поисково-спасательную службу. Костюм триламинант такой есть. Он жёсткий. Ну, он вот особо прочный. Его специально взяли для того, чтобы не было под водой много мусора и чтобы не было порезов. 30 сантиметров – такая зона видимости у водолазов, работающих в Печоре. Чтобы справиться с поставленной задачей, всё приходится делать буквально вручную. Первая сложность – это, конечно же, видимость. То есть, видимости ноль. То есть, если мы берём яркий луч, фонарик с собой, мы, значит, когда где-то на суше, аж ослепляет глаза. А под водой, поворачивая на себя этот фонарь, ты просто видишь маленькую нить. И всё. То есть, это буквально сантиметров 30 перед тобой. И всё приходится делать в ручном режиме. Искать затонувшего человека спасатели будут привычными для них способами. Каждый из водолазов имеет опыт работы не менее пяти лет. Первый галсовый метод, этого как раз мы сейчас его увидим, то, что у нас натянуты ходовые концы, два ходовых конца. И водолаз идёт по одному концу. У нас очень сложные условия выполнения этих работ, потому что очень плохая видимость. В Печоре очень плохая видимость и в притоках. Поэтому ребята идут, одной рукой они держатся за ходовой конец, другой рукой они прощупывают всю зону около себя, чтобы найти искомый объект. И ещё самое главное – себе не причинить никакую травму каким-то затопленным предметом. Методика отработана. В таких учениях, считают спасатели, самое главное – психологическая закалка и мышечная тренировка. Ведь намокший манекен плюс снаряжение весят всё вместе не менее 50 килограмм. Задание выполнено на отлично. Теперь манекен на просушку до следующих учений. Елена Семёнычева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Устройство аварийно-спасательного автомобиля и ликвидация последствий ДТП. С работой спасателей сегодня познакомились ребята из оздоровительного лагеря, который работает на базе третьей городской школы. Знакомство с профессиями службы спасения поможет детям понять важность, значимость и необходимость их деятельности, а для кого-то определиться с выбором будущей профессии. Среди тех, кто заинтересовался работой спасателей, 39 человек. Их познакомили с оборудованием, необходимым для спасательных работ. Для ликвидации последствий ДТП. Но также он может работать на завалах и в других различных условиях. Не условиях, а в различных ситуациях. То же самое, электро, бензоинструмент, различные домкраты, подушки, перфораторы, освещение дополнительное, генератор дополнительный, носилки, боевая одежда пожарного, лестница трехколенная. Сейчас на службе спасателей находится один такой автомобиль. В планах ввести еще один специальный для ликвидации последствий ДТП. А пока ребята своими глазами увидели, каким образом извлекают из машины пострадавшего в ДТП человека. Экскурсия вызвала у детей большой интерес. На свои вопросы они получили обстоятельные ответы. Дорогами отцов-героев в Наринмаре стартовал очередной туристический слет. В этот раз в турслете принимает участие рекордное количество команд. Организаторы подготовили для них массу испытаний. Сегодня в Наринмаре стартовал 51-й по счету турслет «Дорогами отцов-героев». Он посвящен году народного единства в Ненецком округе и стал рекордным по количеству команд. В нем принимают участие 20 команд окружных предприятий и учреждений, общественных организаций и объединений по интересам. Церемония открытия слета состоялась у памятника «Обелиск Победы». Эта традиция идет в 60-х годах. Этот поход именно вышел из той большой патриотической акции, которую начал проводить ленинский комсомол молодежи округа и назывался он «По местам революционной, блеевой и трудовой славы советского народа». Именно с 60-х годов пошла традиция проводить окружные слеты. Участвуя в турслете на озере Васькино, сменилось не одно поколение жителей Ненецкого округа. В нем участвовали дедушки и родители молодых участников турслета. Зародилась 51 год назад замечательная традиция, а округ очень силен своими традициями. Я всем желаю успехов и всем желаю победить главного соперника – это нашу погоду. После церемонии открытия турслета у Вечного огня команды отправились в пеший переход до места традиционного проведения слета на озеро Васькино. Команды преодолеют 17 километров, на дорогу дается 7 часов. На маршруте следования команды выполняют различные задания. На этот год мы для себя решили, что помимо простого передвижения по лесной местности, нужно еще включить и выполнение различного рода туристской тематики, выполнение заданий. Поэтому сегодня у них программа достаточно насыщенная. Сейчас они идут, у них будет проверка знаний по узлам, по топографии, водный этап, где они должны будут на байдарках переплыть на остров у озера Васькино, выполнив задание и вернуться к своей команде. Поляна заданий, на которой тоже целый комплекс различного рода туристской тематики, выполнение заданий. В двухдневной программе слета – военно-спортивные и туристские полосы препятствий, конкурсы самодеятельности и самый зрелищный вид состязаний – перетягивание каната. Помимо этого жюри будет оценивать приветствие команды и выступления на костре дружбы. Поддержать свою команду в соревнованиях может любой желающий. Добраться до места можно на автомобиле полоевожской дороги до поворота на озеро Васькино. Далее трасса будет промаркирована табличками на турслет. И на этом все. Посмотреть наши новости вы также можете и на сайте по адресу www.trk.sever.ru. До встречи в эфире!